Сегодня в Рязани состоялось уникальное мероприятие. В лице номер 4 прошла акция под названием «Современное хлебопечение. От традициям к инновациям». Инициатором выступил директор хлебозавода номер 3. На нашем мероприятии мы хотели рассказать ребятам о том, что такое современное хлебопечение, как делается хлеб, насколько это сложно, насколько это интересно, показать ту продукцию, которую мы выпускаем, и показать несколько приемов работы с кондитерскими и хлебобулочными изделиями. Помимо традиционных сортов хлеба, таких как Дарницкий или Нарезной, сейчас Третий хлебозавод производит и другие. Там же появляются и кондитерские изделия. Вся продукция по вкусу не уступает европейской. Школьникам рассказали об истории хлебных изделий, начиная с древних времен и заканчивая современностью. Также ученикам предложили и самим попробовать замешать клейковину, которая является основной частью всех хлебобулочных изделий. А после рассказали, как в настоящее время из муки появляются аппетитные хлеба. Но теория без практики существовать не может, поэтому детям предложили создать кондитерские шедевры. Так из-под легкой руки школьников стали появляться вкусные кексы и птички из теста. Сегодня мастер-класс успешно прошел не только у школьников, но и у корреспондентов нашего телеканала. Мероприятие очень понравилось школьникам. Они и про хлеб узнали, и сами его попробовали. Мне очень понравилось. Очень много узнал про хлеб. Вообще было достаточно интересно. Я много чего узнала. Было не только интересно слушать, но и принимать участие во всем мероприятии. Мне очень понравилось. Информация была очень доступной, интересной. Я все восприняла, узнала очень много нового, полезного. Также я узнала на практике, как делать хлеб. Директор хлебозавода не скрывает, что цель мероприятия не только познавательная, но и развлекательная. Самое главное в сегодняшней встрече – профориентация. Ведь основной выбор профессии у школьников приходится именно на 7-9 классы. Мы надеемся, что кто-то из тех ребят, кто будет сегодня на мероприятии, пойдет и к нам, станет хлебопеком. Потому что профессия очень интересная, профессия достаточно почетная и очень нужная. Самое главное – очень нужная профессия. Сегодня школьники узнали, что вопреки распространенным мифам, хлеб на самом деле полезен. Поэтому и надо есть то, что питательно.